Привет, мифаны! Redmi, как много в этом звуке для слуха русского слилось. В нашей стране бренд невероятно популярен, и в особенность это касается всенародно любимой линейки Redmi Note. Совсем недавно она пополнилась с тремя моделями Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus 5G. В нашем обзоре мы сравним устройства между собой, проведем тесты и расскажем, за что же можно доплатить покупателям Pro-версии, и вообще, стоит ли это делать? Последние годы линейка Redmi Note подкупает не только производительностью, но и дизайном, камерами и великолепным дисплеем. Это выгодно выделяет ее на фоне других демократичных смартфонов, которые в гонке гигагерц и мегапикселей часто забывают про приятный пользовательский опыт. Как раз здесь и заключена сильная сторона новых Redmi Note 13. Любой из трех смартфонов очень приятен в использовании. Оболочка работает быстро, экраны по-настоящему яркие и поддерживают 120 Гц. Камеры вообще одни из лучших в своем классе. В руке каждый Redmi Note ощущается качественным, великолепно собранным девайсом. Хотя старшая модель Redmi Note 13 Pro Plus 5G довольно сильно отличается от двух других эргономически. Все дело в грани. У Note 13 и Note 13 Pro они плоские, а у Note 13 Pro Plus 5G скругленные, причем с двух сторон. Я, например, скажу честно, очень люблю смартфоны со скругленными экранами водопада. Нравится ощущение, когда палец соскальзывает с края экрана. Нравится, как такие девайсы сидят в руке. Но именно плоские грани являются современным трендом. Решение более простое, практичное. И, вероятно, именно эта форма корпуса нравится большинству. У всех Redmi Note 13 есть своя визуальная фишка. И ее сложно не заметить. Просто посмотрите на эти гигантские камеры. Разрешение 108, 200 и 200 мегапикселей. Конечно, каждый смартфон снимает достойно. У младшего Redmi Note 13 три модуля с разрешением 108, 8 и 2 мегапикселя. Главная 108-мегапиксельная камера получила хороший сенсор Samsung HM6 и диафрагму 1.7 и быстрый автофокус. Днем качество фото отличное. В вечернее время все не так хорошо. Нужно поиграть с настройками и смириться с медленной работой автофокуса. Камеры Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro Plus 5G на уровень выше. Основной модуль с разрешением 200 мегапикселей, диафрагмой 1.65, сенсором Samsung HP 3, оптической стабилизацией и автофокусировкой Super QPD, которая работает намного быстрее, чем у Redmi Note 13. Сверхширик он здесь от Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с диафрагмой 2.2, четверть дюймовым сенсором и углом обзора в 123 градуса. При хорошем освещении камеры показывают однозначно флагманский результат. В ночное время на фото может быть заметен шум, но его нельзя назвать критическим. В умелых руках Note 13 Pro и Note 13 Pro Plus 5G можно назвать хорошими камерафонами. Пускай до уровня линейки Xiaomi с их камерами Leica аппараты и не дотягивают. Фронтальные камеры у смартфонов показывают себя достойно. Любой из Note 13 отлично подходит как для селфи, так и для видеосвязи. Но следует учитывать, что стройные бьютификаторы работают здесь довольно агрессивно, иногда превращая вас в героя диснеевского мультфильма с идеально гладким лицом. Мы протестировали новую линейку в Geekbench и получили следующие результаты. Но насколько эти цифры отражают реальные возможности устройств? По ощущениям, Note 13 Pro и Note 13 Pro Plus 5G кажутся довольно быстрыми смартфонами, производительность у которых находится приблизительно на одном уровне. Но вот Redmi Note 13 с процессором Snapdragon 685 ощутимо уступает своим старшим братьям. Особенно это чувствуется в играх. Например, PUBG Mobile на обеих прошках уверенно чувствует себя на высоких настройках, демонстрируя в среднем 55-60 фпс. Но младший Redmi Note 13 демонстрирует подобный результат лишь на средних настройках графики. При этом сегодня PUBG Mobile далеко не самая требовательная игра. Одним словом, любите играть? Выбирайте Note 13 Pro или Note 13 Pro Plus 5G. Дисплей — это однозначно сильная сторона новых Redmi Note 13. Причем у всех представителей линейки наблюдается практически паритет. Экраны выполнены по технологии AMOLED, обладают диагональю 6,67 дюйма и поддерживают частоту развертки в 120 Гц, благодаря чему интерфейс и приложение выглядят великолепно и очень плавно. Заявленная пиковая яркость достигает 1300 нит. Запас приличный, проблем с видимостью на солнце точно не будет. Емкость аккумулятора у всей линейки Note 13 около 5000 мАч. При этом каждая модель поддерживает определенный тип быстрой зарядки. Обычный Note 13 поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. От 0 до 100 девайс заряжается приблизительно за 80 минут. Note 13 Pro поддерживает уже 67 Вт, благодаря которой зарядить смартфон от 0 до 100 можно всего за 45-50 минут. И, наконец, Note 13 Pro Plus 5G поддерживает царь зарядку на 120 Вт, которой хватит всего 19 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Но это в теории. На практике время полной зарядки составляет около 25 минут, что, впрочем, тоже очень быстро. Любая из моделей легко доживает с утра и до самого вечера при повседневном использовании, что вполне ожидаемо, учитывая большие аккумуляторы и высокую энергоэффективность процессоров. Новая линейка Redmi Note 13 – это прекрасные девайсы для тех, кто хочет пользоваться по-настоящему приятными смартфонами. У каждой модели отличный дизайн, премиальное качество сборки, хорошие камеры, AMOLED-экраны и достойная автономность, дополненная быстрой зарядкой. Различия между моделями в первую очередь касаются их производительности. Если вы хотите играть в игры, выбирайте Redmi Note 13 Pro, либо Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Если просто потреблять контент, общаться в соцсетях, смотреть YouTube и прочее, вам хватит и Redmi Note 13. Все три смартфона можно купить на сайте roomicom, либо в наших розничных магазинах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok